Здравствуйте! Завершилась первая за долгое время личная встреча Си Цзиньпина и Джосефа Байдена. Она проходила в присутствии, назовем так, достаточно большого количества советников и ответственных за определенное направление, да и тем было к обсуждению много. По большому счету можно говорить о том, что страны сделали первый шаг друг к другу по деэскалации конфликта с одной стороны, а с другой стороны, что очень интересно, по формированию нового миропорядка. Потому что аналитики с обоих сторон, они достаточно активно, мало говорили о полном крахе старой системы, но если мы говорим об английском, англоязычных материалах, они активно использовали слово reshape. Ну, с одной стороны, это изменение, меняющиеся, с другой стороны, изменение формы, изменение характера какого-то объекта, либо системы. Вот, короче, они говорили об изменении мира. По большому счету можно говорить о том, что Си и Байден обсуждали раздел мира на двоих. И это уже первый, можно сказать, результат российско-украинской войны, точнее, этапа, который начался в 22-м году. То есть Российская Федерация в претензии на сохранение статуса супердержава влезла в Украину, думая, что быстро получится, таким образом поднимет свой статус. Получилось как-то не так. То есть российский медведь завяз в украинском капкане, а сзади подошла голодная во всех отношениях панда. Ну и за этим всем смотрел добрый дядюшка Джо из-за океана. Одним словом, говорили о множестве тем, причем часть из тем в том или ином формате уже стороны через свои информационные агентства подсвечивают, освещают. Часть тем, которые были актуальны и о которых писали, что это темы для разговора, они остались за кадром. И на этом фоне я решил взять на себя смелость, вот кратко, в таком конспективном формате, записать ролик под названием «Девять тем, о чем говорили и договорились, либо не договорились Си Цзинь Пин и Джозеф Байден». Что ж, давайте по порядку, по темам. Первая тема, естественно, ключевая, это большая война. Большой войной пугали много, радостно, как говорится, с огоньком, с удовольствием. Но, вероятнее всего, большая война откладывается. Потому что переконфигурация мирового порядка, она идет полным ходом. Но как китайская, так и американская сторона, они не заинтересованы войне. То есть, естественно, что на фоне борьбы за лидерство, потому что пока что, так называемый, мировой гегемон США, Китай, если посмотреть программные документы 20-го съезда КПК, программных выступлений Си, он намерен к 50-му году занять это место. То есть, само собой, это как два боксера на ринге. То есть, и определенные угрозы, и определенные выпады друг в отношении друга они будут. Поэтому вполне логично, что это касалось в том числе и военной сферы. Но, воевать никто не хочет. И поэтому уже на данном этапе было объявлено возобновление контактов между военными, то есть, по линии военного руководства, и переход, как обе стороны сказали, к более широким межличностным консультациям. То есть, по большому счету, речь идет не только о войне, а речь идет о всех вопросах, которые в том или ином формате волнуют два государства. Либо являются вопросами, либо темами раздора, назовем это так. Вторая составляющая – торговая война. Тут несколько сложнее, потому что процессы схожи, и процессы, они опираются как раз-таки на экономику. То есть, США пока что экономика номер один с точки зрения технологий. И вот уже говорить, что с точки зрения объемов экономики, экономика номер один, пока что да. Но вопрос, насколько этого хватит. Потому что Китай догоняет просто семимильными темпами. И, соответственно, логичная позиция Соединенных Штатов Америки, особенно на фоне глобальных изменений мировой экономики, переходу к экономике технологий, к экономике знаний, это концентрация максимально технологических наработок у себя. То есть, даже не имея прямого влияния на рынки других государств, влияя через технологии. И тут вопрос не только торговой войны с Китаем, тут вопрос, тут те же самые программы научного сотрудничества, даже с ближайшими союзниками, с Европейским Союзом. То есть, Соединенные Штаты Америки существенно ограничили формат такой работы. Точнее, они изменили этот формат, что финальный продукт, по идее, должен появляться на территории США, соответственно, со всеми вытекающими. Это, кстати, многим европейским партнерам Соединенных Штатов не понравилось лет 7 назад. А с Китаем, ну, в принципе, это конкурент. Тут вполне логично, что в ход пошли не только технологические ограничения, но и в том числе торговые войны. Однако, если мы смотрим на две страны, то это крупнейшие торговые партнеры в мире. То есть, экономики двух государств взаимозависимы. И вот на первый взгляд удар США по ограничению поставок микросхем, ну, полупроводниковой продукции в широком смысле этого слова, в Китай, он должен был затормозить китайскую экономику, создать проблем. Но у КНР оказался еще один козырь в руках. Это поставки галлии Германии на американский рынок, в первую очередь. А на минутку для производства процессоров как раз-таки эти два элемента крайне важны. А Китай контролирует больше 60% мирового рынка. И все, и получилось, что окей, ты продукцию не поставляешь, но параллельно с этим ты имеешь меньший приход, назовем так, сырья. То же самое по аккумуляторной технике. То есть, Китай как раз-таки по производству аккумуляторов мировой лидер. Ну, одним словом, асимметричных ударов они нанесли друг другу много. И на начальном этапе эта торговая война, она в некотором роде может затормозить как раз-таки экономику государства гегемонов. Но для собственного рынка, для своего потребления, они достаточно быстро компенсируют. А вот если мы смотрим сферы влияния вокруг этих государств, а вот там проблема. То есть, государства, которые находятся под, скажем так, сферой влияния США, если мы не говорим сильно развитые, то с компенсацией выпадающих объемов, например, китайской продукции, у них может быть проблема. И наоборот, с выпадающим американским рынком, либо рынком союзников США, или поставок от них, тоже могут быть проблемы у партнеров Китая. Соответственно, экономический рост партнеров замедляется. И это значит, что замедляется вся мировая экономика. Что не выгодно ни США, ни Китаю. Поэтому вариант какого-то взаимосуществования важен для обоих столиц. И я не думаю, что быстро договорились и договорятся о снятии ограничений. Но вероятнее всего, определенные рабочие группы будут. И по ряду направлений в ближайшем месяце мы видим, как обе стороны сделают по одному, либо по два шага назад. Это очень важно с точки зрения и торговли, и научно-технического сотрудничества и так далее. Связано со вторым блоком это тема искусственного интеллекта. О ней говорили много. Ну, кстати, те же самые американские санкции в отношении китайских, скажем так, IT-гигантов, либо технологических гигантов, той же самой Huawei, ZTE и другие, напрямую связаны как раз с разработкой искусственного интеллекта, с Big Data и так далее. Тема крайне важна для обеих сторон, потому что та, которая вырывается в лидеры, ну, она будет контролировать через свой технологический процесс, через свои технологии, ну, значительную часть остального мира. И ни одна из сторон не желает отдавать другой пальму первенства, потому что, ну, еще раз, вопрос борьбы за глобальное доминирование. И тут, кроме железа, вот, собственно, те же самые ограничения в поставках микросхем, кроме железа включаются взаимноограничения в движении технологий, о чем я уже говорил, и в движении даже человеческого ресурса. То есть банальная миграция ученых и технологов-инженеров. Об этом говорят мало, но китайскому инженеру крайне сложно эмигрировать в США. Американскому инженеру не менее сложно поехать в Китай даже на конференцию, потом вернуться и не иметь проблем. То есть это, как бы сказать, такое удержание своих мозгов, оно справедливо для обеих сторон. И это логично. Вот по искусственному интеллекту решений, которые будут вытворять обе стороны, пока нет. Потому что совместное развитие, это значит делиться технологиями. Как говорится, просто открываться. Этого никто не хочет. Поэтому максимум, о чем могут договориться, это некое снижение градуса напряженности. Ну и возможно некая совместимость в будущем каких-то платформ. Но это уже будет передано на корпоративный статус. То есть самое главное снизить градус, чтобы корпорации могли каким-то образом между собой коммуниковать и работать. Следующая тема, которая неожиданна для многих аналитиков, фенталин и экспорт химических материалов. На первый взгляд, а при чем он здесь? Но если посмотреть CNN, то для CNN, для политика, для Reuters эта тема одна из ключевых. Странно, правда? В реальности нет. Фенталин – синтетический опиоид, который активно используется в лекарствах. Причем в том числе и в последнее время еще больше. Ну, исходя там из своих свойств и так далее. Естественно, что его производство и экспорт контролируются. Само собой. Тут вопросов нет. Но химикаты, которые используются для его синтеза. И вот тут как раз-таки проблема. Потому что эти химикаты, они достаточно широко распространены и доступны. То есть, зная технологию, ну, конечно, не в гараже, но условно говоря, в гараже, имея некий набор необходимых инструментов, необходимых реактивов и необходимого оборудования, ты синтезируешь фактический синтетический наркотик. Достаточно мощный. И проблема поставок вот как раз-таки таких химикатов, причем мелкими трейдерами, закупки, ну, условно говоря, на чем-то вроде Алиэкспресса, они стали реальной проблемой для Соединенных Штатов Америки. И тут Сидь сделал, ну, можно сказать, что уже с доброй волей. Потому что, судя по всему, он пообещал усилить контроль над экспортом химикатов, из которых могут быть произведены синтетические наркотики. Ну, как вы понимаете, учитывая специфику политической системы Китайской Народной Республики, если Си пообещал усилить контроль, ну, значит, это будет выполнено. То есть Байден оценил это, и еще раз в американской прессе несколько раз подчеркнули, что эта тема обговаривалась, и по ней нашли взаимопонимание, что, типа, спасибо, товарищ Си. Вот это был такой, ну, как говорится, пас из Китая. И вот тут подходим уже к внешней политике. Вопрос Тайваня. Одна из тем, о которой говорили, что это будет причиной большой войны. Причем, если посмотреть историю, то да, бряцали оружием как США, так и Китай. Резкие заявления делали обе стороны, да и продолжают делать, и при том, и из Пекина, и из Вашингтона. Идут постоянно призывы воздержаться от провокаций. Тема поднималась, но она скорее не касается неизбежности войны. Да и подсказку. Об этом уже несколько раз говорил в своих видео. То есть и Си, и Байден упоминали слово выборы. Речь идет о выборах в законодательный ЮАН. Это парламент Тайваня. И там весьма интересная конфигурация. То есть 63 места у большинства, так называемой зеленой коалиции, 48 у оппозиции, так называемой синей коалиции. При власти находятся зеленые во главе с демократической прогрессивной партией. Тоже неоднородное объединение. И в ДПП есть фракции, которые выступают за превращение Тайваня именно в независимое государство. Потому что сейчас и материковый Китай, и Тайваня, они говорят о едином Китае. И что они есть правоприемники, ну, все китайские цивилизации. Итак, часть ДПП говорит, ладно, без ним, с материком Китаем, мы отдельное государство. И давайте выстраивать свое будущее именно как государство. Но, еще раз, это лишь часть из 63 мест в законодательном юане. Всего там, кстати, депутатов 110. 48 у синей коалиции. Синяя коалиция создана вокруг партии Гоминдан. Да, кстати, почему 110 из 63 и 48 сразу забегают вперед? Потому что есть еще кресло спикера, которое не считается среди депутатов. То есть это 11 человек. Вот, но это ладно. Так, лирическое ступенье. Итак, 48 мест у синей коалиции. Создана вокруг партии Гоминдан. И, кстати, именно Гоминдан создал Тайвань. То есть я напомню, гражданская война в Китае. Гоминдан отступает и, соответственно, создает, сохраняет власть на отдельно взятом острове, ну, в прилегающих островах. И вот тут интересно, что вот эта партия, которую создал Тайвань в его теперешнем виде, она последние 20 лет выступает за реализацию концепции «Одна страна, два пути». И что очень близко к концепции КНР «Одна страна, две системы». Более того, в начале нулевых они даже подписывали с материковым Китаем, когда находились при власти, соответствующий меморандум и дорожную карту. И если мы посмотрим последние 2-3 года, Гоминдан — это была первая партия, которая поздравила с 20-м съездом КПК. Гоминдан первая поздравила с переизбранием. Делегации Гоминдана на протяжении последних 2-х лет несколько раз были на материковом Китае. Причем делегации по 50-60, ну, как говорится, топ чиновников, топ политиков. К чему это я все говорю? Выборы. Начало 2024 года. Как видите, уже близко. И синяя коалиция может стать властью. Вопрос на логику. Есть ли твои партнеры, которые выступают за формат «одна страна, две системы», собираются стать властью, стоит ли тебе воевать? Ответы, думаю, очевиден. С другой стороны, вот тема военная эскалация, она активно используется и Вашингтоном, и Пекином, для того, чтобы, ну, никаким образом, повлиять на выборы, мобилизовать сторонников, ну, обоих лагерей, синего и зеленого. То есть, для каждого свое. Одни говорят об угрозе, что Китай вторгнется и будет тут наводить коммунистический порядок, другие говорят, ну, видите, мы стоим на краю пропасти, надо все-таки что-то делать о улучшении отношений с материком. Поэтому выборы определяют многое. Но даже приход к власти Гоминдан, это не означает быстрого воссоединения, это начало дороги, но это и вызовы, и возможности, как для Китая, так и для Соединенных Штатов Америки. Потому что для США, например, ну, нельзя назвать партию Гоминдан, это давний соратник, партнер Вашингтона, предателем интересов Тайваня. Это было бы как минимум удивительно. С другой стороны, быстрая реинтеграция Тайваня является угрозой для США. Она является, в принципе, угрозой и для Китая, потому что все-таки по экономике Тайваня достаточно мощный, это не Гонконг, то есть он может оказать влияние на внутриполитический расклад. Даже оставаясь в такой, в автономной системе демократической, не сливаясь, ну, условно говоря, с китайскими коммунистами. Ну и плюс открытая конкуренция на внутреннем рынке. С другой стороны, для США. А вот тут вопрос не только заводов по производству процессоров, микроэлектроники. Очень простой пример. Американское оружие на Тайване. Причем достаточно современное. Хорошо, допустим, происходит реинтеграция. И получается, что китайские военные получают в свои руки образцы американского оружия, которое можно изучить, повертеть с разных сторон и так далее. Вашингтону это очень сильно не нравится. Те же самые центры разработки. То есть, возвращаемся к вопросу о технологической гонке. Поэтому в данном случае клубок интересов очень сильно завязан. И он очень сильно переплетен. И я не думаю, что в ближайшее время будут какие-то, ну, такие кардинальные, фундаментальные подвижки. То есть, стороны подождут выборов. И дальше уже весной 2024 года будут попытаться выходить на какой-то вариант сотрудничества либо доэскалации. Следующая весьма интересная тема Ближний Восток. Но у нас сейчас на слуху. Война КамАЗа против Израиля и так далее. Крайне болезненная тема для обоих сторон. Потому что регион... В регионе пытались в качестве доминанта, в качестве ключевой силы влияния играть разные государства. И Советский Союз в свое время, и США, Россия сейчас пытается влезть. Плюс новые региональные лидеры. Турция, Иран, Саудовская Аравия. Одним словом, тоже достаточно такой клубок интересов о взрывоопасном регионе. Но США выходит из региона. Причем активно выходит. То есть давать Ирак, Афганистан, уменьшение присутствия в Сирии, ограничение присутствия, скажем так, в странах Аравийского полуострова. Ну, одним словом, США экономят и решают выходить, при этом формируют для сохранения своих, их пытаясь формировать для сохранения своих интересов, ну, некую такую ось, в первую очередь, по сдерживанию Ирана. То есть первоначально она рассматривалась в формате Саудовская Аравия, возможно, плюс Египет, Израиль, Турция. Но война в секторе газа. И реализация этой оси, она стала как минимум на паузу. А учитывая риторику Эрдогана в отношении Израиля, ну, в принципе, вопрос, будет ли это восстановлено. С другой стороны, Китай не вошел в регион в том формате, чтобы выполнять роль регионального полицейского. Либо формировать региональный союз именно под своим протекторатом. Да и не хочет Китай этого делать. Именно с точки зрения применения силы. Да, Китай расширяет свое присутствие за границами Китая, причем далеки открывает военные базы, но все-таки выполнять роль мирового полицейского не хочется. Это дорого. И получается вакуум такого внешнего влияния. И весьма велик риск масштабирования израильского конфликта. И вот на этом фоне задача обоих игроков с одной стороны не допустить разрастания конфликта, потому что это может превратиться уже и в третью мировую. И таким образом США пытаются влиять на Израиль. То есть давайте вспомним, и перемирие, и сегодняшнее предупреждение, что купаться в секторе газа это не лучший вариант, точнее вчерашний, вчера вечером. А с другой стороны просят Китай повлиять на позицию Ирана. Что также Китай может себе позволить и может сделать. И вот если посмотреть в данном формате, вот по данным углом на Ближний Восток, то Пекин и Вашингтон вполне могут стать партнерами. По крайней мере, Пекин также имеет очень большие интересы с точки зрения стабильности данного региона, потому что на него завязаны многие логистические и экономические проекты в регионе. А ситуация войны всех против всех, она крайне сложняет их реализацию. Поэтому тактически, вот как говорится, на год-два с точки зрения успокоения региона и попыток потом выстроить новые системы взаимодействия, я думаю, что обе стороны будут играть уже ближайший год в унисон, как партнеры. Еще одна тема достаточно интересная внешнеполитическая Африка. Туда достаточно мощно зашел Китай, причем он заходит по нескольким форматам. Если с ЮАРТ, то это партнерство, если с более слабым государством, то скорее там доминирование. Плюс вошел в добычу редкоземельных элементов, полезных ископаемых. И это помогает в принципе антиколониальное настроение местных эрит. Еще раз, вот тут фундаментальная ошибка многих аналитиков, не антизападные, антиколониальные. Потому что там сильна вот эта боль из-за статуса колонии, из-за отношений в первую очередь колониальных государств, которым они вносят естественно государство Европейского Союза, то есть Старую Европу и в последнее время США. Поэтому антиколониальное настроение сильны, но это не против этих государств, это против типа политики. И на этом фоне как раз-таки влияние партнеров Вашингтона из Европы на африканский континент уменьшается. Китай не вошел во все государства, то есть он входит достаточно мощно, но все-таки ограниченно географически. Пытается играть Россия. Россия пытается играть как раз-таки в первую очередь самыми бедными и нестабильными странами, провоцируя и государственные перевороты, участвуя в гражданских войнах и так далее. Но ключевым государствам необходима определенная стабильность, то есть отсутствие локальных войн, отсутствие переворотов, доступ к ресурсам государств континента и очень важно, что поскольку экономика местная все-таки растет и Африка действительно может стать одним из драйверов развития мировой экономики с точки зрения мощного внутреннего рынка своего, доступ на рынок по мере роста национальных экономик. И вот тут очень сложная тема, потому что для Пекина сдавать свою позицию ну как бы сказать не с руки. Китай достаточно сильно зашел. Для США есть вопрос входа, каким образом войти, ну в партнерстве с Китаем не будешь входить. И вот тут активность России, которая дестабилизирует определенные регионы, она является вызовом как для Вашингтона, так и для Пекина. Быстрого решения, такого алгоритма решения по этой теме вряд ли будет. Однако то, что стороны обсуждали Африку, это уже говорит о том, что вероятнее всего в ближайшие несколько лет они сформируют формат обсуждений, причем не общий африканский проблем, потому что Африка разная, а вот кейс по каждой из стран. Где-то они будут партнерами, где-то конкурентами. Ну и Россия этот ожидать придется, ну скажем так, не слишком хорошего будущего придется ожидать Российской Федерации, то есть полностью выкидывать не будут, но где-то попытаются войти США, где-то стабилизирующий роль будет иметь Китай. Минусом является то, что пока что фора для Кремля в том, что ни Пекин, ни Вашингтон они не хотят либо не умеют. Китай не умеет и не хочет. США не может уже, ну да и не хочет, повлиять на специфику смены власти вот в самых нестабильных государствах региона. То есть грубо говоря моделировать военный переворот Россия может. И вот на этом Россия скорее всего будет играть. Поэтому Африка она останется вот такой вот темой достаточно горячей, в том числе для обсуждения. Украина. Точнее российско-украинская война и Россия, которая воюет в Украине. Я уже говорил для и для США и для Китая весьма выгодно ослабление России и лишение ее геополитических амбиций, что в принципе уже произошло. То есть данная встреча обсуждения множества тем без русских это уже свидетельство о том, что ну и заявление о том, что два государства должны скажем так быть лидером в решении мировых конфликтов. То есть это уже заявление о том, что строится двухполярный мир. Еще раз, не трехполярный, какой бы хотела Москва, а двухполярный. И ослабление России в украинском капкане оно очень выгодно и Вашингтону, и Пекину. Вопрос лишь в масштабах слабости. То есть Китай за последние два года очень резко усилил свое влияние на российскую экономику. При этом ограничивая функционал России как, ну, не знаю, ресурсная база, ресурсная, это как убышка, рынок для своей продукции. Это то, что в свое время покойный сенатор Маккейн называл Россию большой безоколонкой. Ну, примерно так. примерно так. А для США Россия как ослабленный региональный, то есть не глобальный, но региональный круг, она весьма важна. А вот как сырьевой придаток Китая, ну, в принципе, не слишком, не слишком приятная, приятная перспектива. Поэтому позиции сторон в ослаблении России сходятся, вопрос в глубине, и кто будет в дальнейшем партнером. Потому что для Вашингтона очень важно словить момент, когда процессы привязывания России к Китаю станут неопротивными, чтобы не допустить этого. И, судя по всему, стороны очень близки к тому, чтобы синхронно начать процесс принуждения и Киева, и Москвы к переговорам. Но близки это не значит, что это начнется сейчас. Потому что для США не целесообразно форсировать процессы, особенно вот на фоне проблем в Конгрессе в Сенате, особенно на фоне предвыборной кампании ожесточившейся. То есть в данном случае как увеличение, так уменьшение военной помощи в Украине, например, оно вызовет определенную долю политической критики. Поэтому лучше оставлять на плату на таком же самом уровне. Либо если менять, то менять уже, как говорится, кардинально. Например, в связке с Израилем то, что Байден предлагал увеличение общих объемов военной помощи. Для Китая также нецелесообразно форсировать процесс сейчас, потому что привязка российской экономики, китайской, но она приобретет такой характер близкий к точке невозврата уже к началу весны. То есть до этого момента обе стороны подождут, вероятнее всего, заодно подождут, что будет происходить на фронте. И посмотрим. А вот после вполне вероятен сценарий выхода на контур договорника. При этом как раз таки рамки возможных контуров пока между этими государствами тоже не обсуждались, потому что есть мультивариативность, мультисценаренность. Но одним словом, принципиальное решение вполне вероятно есть. Причем очень интересно, что тема Украины, тема российской войны, она анонсировалась ранее, но по результатам как раз таки и китайская и американская сторона хранят молчание. И наконец-таки еще один важный вопрос, который широко обсуждался, вот как бы сказать в аналитических группах, но которые не звучали стороны. Это вопрос пост войны. Либо пост России, если хотите. Потому что конфигурация сил, баланс сил в регионе Черного моря, в Восточной Европе, он чрезвычайно сильно меняется. Даже очень простой вариант, очень простая схема. Уменьшение боевой возможности и боевого потенциала Черноморского флота Российской Федерации автоматически уменьшает силовую проекцию присутствия России на Ближнем Востоке. Это тоже, кстати, есть. И это означает, что в том числе и на Ближнем Востоке, это покажет ли они на Ближнем Восток, на переформатирование баланса сил. В данном случае, насколько я понимаю, государство близки к тому, чтобы начать обсуждение. Но для того, чтобы его завершить, необходимо понимать, какая конструкция будет базовая по мирным переговорам и что из этого может вырасти. А также понимать баланс своих интересов, баланс интересов других игроков и визию отдельных государств, кем они хотели бы стать и для чего они работают. И вот тут как раз таки это домашнее задание возможно для Украины, потому что Украина пока не сформулировала видение своего места в регионе, причем я имею в виду Восточная Европа, в Черном море и в принципе в глобальной системе. Поэтому для Украины это шанс. Шанс обозначить свои претензии на место в мире, потому что если не успеет, то будет решать без Украины. Ну, на этом как-то все. Полный текст есть там на части колонок уже украинских ресурсов в фейсбуке в телеграме, есть на патреоне и там же будет и видео. Поэтому если видео понравилось лайкайте, расшаривайте, комментируйте, спорьте в комментариях. Поддерживайте развитие канала на патреоне, поддерживайте подпиской на ютубе, спонсорством на ютубе, за это чрезвычайно благодарен. Это, кстати, помогло решить определенные проблемы технического характера, но с той же самой вебкой там мелочной, приятно. Но в остальном традиционно не верите моему слову, то есть вы можете соглашаться либо не соглашаться с любым спикером. верить на слово не стоит ни в коем случае. Надо иметь собственное мнение. И поэтому не верьте, спорьте, приходите к собственным суждениям, а в остальном радость и счастье, удача, мирного неба над головой. Ну и на ютубе я возвращаюсь, как вы уже поняли. Всего наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok